ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ В религии древних египтян решающее значение имели их представления о загробной жизни. Эти представления оказали большое влияние на развитие и формирование стиля пирамид и гробниц на всю архитектуру древнего Египта в целом. Люди считали подготовку к загробной жизни одной из главных задач своей земной жизни, поэтому благоустройство будущей гробницы играло важную роль. Загробную жизнь египтяне представляли себе как продолжение земного существования. Человек и после смерти продолжает свой путь в царстве бессмертия. Согласно религиозному учению древних египтян, человек имел несколько душ. Главным были Ка и Ба. Ка являлась духовным двойником человека, с которым тот встречается после смерти. В культе мертвых Ка занимала очень важное место. Гробницу умершего называли домом Ка. Жреца, который совершал погребальные обряды, называли служителем Ка. Ка делала умершего способным существовать после смерти, выполнять жизненные функции. Ба означало то, что можно назвать чистым духом. Он покидал человека после его смерти и направлялся на небеса. Это была внутренняя энергия человека, его божественное содержание. По первоначальным представлениям, право существовать в загробном мире имел только фараон. Погребальные жрецы произносили магические заклинания, совершали погребальные обряды и приносили жертвы. Фараон мог одарить бессмертием членов своей семьи, царских вельмож. Это означало, что они могли быть похоронены рядом с пирамидой или гробницей повелителя. Обычный человек не имел права на бессмертие и не мог попасть в потусторонний мир. Такое право имели только те рабы и слуги, которые были изображены на стенах гробницы. Считалось, что фараон забирает их с собой. В потустороннем мире, заселенном умершими, может существовать лишь тот, и это самое основное, кого снабдили в этом мире всем необходимым для загробного существования. Под этим подразумевалось решительно все, чем покойный пользовался при жизни – жилище, пища, слуги, рабы и предметы первой необходимости. Но прежде всего нужно было сохранить невредимым тело, обезопасить его от всяких посторонних воздействий. Только при условии полнейшей сохранности тела Ба, душа умершего, могла свободно, передвигаясь в пространстве, в любое время соединиться с телом вновь. Эти представления и породили два следствия – бальзамирование трупов и постройку гробниц, напоминавших скорее крепости. Каждая пирамида должна была служить защитой для запрятанной в ней мумии от любого возможного врага, от любых дерзостных поступков, от нарушения покоя. Постройка даже средней пирамиды была непростым делом. Приходилось посылать целые экспедиции, чтобы доставить на плато Гизе или плато Саккара гранитные и алебастровые блоки. Сначала нового царства фараонов стали хоронить в долине царей к западу от Фиф, где образовался новый некрополь. Всего пирамид насчитывается около 70, а может и около 80. Совсем недавно, в 1952 году, египетский археолог Мохаммед Закария Гон-Нейм открыл еще одну неизвестную доселе пирамиду в Саккара, в 20 километрах от Каира. Филон называл среди чудес света пирамиду у Мемфиса. Большинство авторов – пирамиды вообще, некоторые – три пирамиды в Гизе. А самые придирчивые считают чудом света только большую пирамиду Хеопса. Самая древняя пирамида, пирамида фараона Джоссера, была воздвигнута около пяти тысяч лет назад. Ее строитель Имхотеп был архитектором, врачом, астрономом, писателем, советником фараона. Имхотеп на протяжении многих веков считался величайшим мудрецом древности. О нем складывали легенды, его труды и книги в течение тысячелетий имели огромный авторитет. Имхотепа считали магом и волшебником, а в поздние времена он был обожествлен, в его честь сооружались храмы и возводились статуи. Место, выбранное Имхотепом для строительства комплекса пирамиды Джоссера, находится на краю плоскогорья, откуда открывался прекрасный вид на Мемфис. Комплекс занимал прямоугольную площадку 545 на 278 метров. Его окружалась стена из белого известняка высотой в 10 метров. Стена была усилена башнями и разделена плоскими выступами. В ней было 14 ворот, настоящими были только одни. Если смотреть на ворота изнутри комплекса, то казалось, что все они открыты. Сама пирамида находилась в середине комплекса. Высота ее 60 метров. Она имеет основание со сторонами 118 на 140 метров. Строительные работы на отдельных этапах велись по-разному. Сначала использовались камни небольшого размера, потом размер каменных блоков постепенно возрастал. На заключительном этапе строительства пирамиду облицевали блоками белого известняка. Погребальная камера находилась под пирамидой на глубине 28 метров. Ее стены были покрыты плитами розового гранита. К камере вели шахта и коридоры со множеством боковых ходов и ответвлений. В них размещались погребальная утварь и жертвенные подношения. Некоторые помещения были выложены голубыми изразцами, которые создавали видимость небесного свода в верхней части стены и на потолке. Археологами были обнаружены три барельефных изображения фараона Джоссера. Он изображен во время религиозных обрядов. Под землей у восточной стороны пирамиды были заготовлены 11 узких погребальных камер. Они располагались на глубине 33 метров. Здесь хоронили членов царской семьи, главным образом – детей. Пирамида Джоссера была ступенчатой, имела форму лестницы, по которой фараоны якобы восходили на небо. Значение комплекса пирамиды Джоссера состоит главным образом в том, что это первая в Египте монументальная каменная постройка. Имхотеп изготовил из камня те элементы и части зданий, которые до него делались из кирпича и других материалов. Самые знаменитые три большие пирамиды близ Гизе – Хеопса, Хуфу, Хефрена, Хафра и Мекерина, Менкаура. Крупнейшая из них, пирамида Хеопса, сооружена в 28 веке до нашей эры. На основании своих египетских впечатлений Геродот так рассказывает о строительстве этой пирамиды. Хеопс заставил работать на себя весь египетский народ, разделив его на две части. Первым он приказал заняться доставкой к берегу Нила блоков из каменоломен в Аравийских горах. Другие занимались их дальнейшей транспортировкой к подножию Ливийских гор. Постоянно работали 100 тысяч человек, они сменяли друг друга каждые три месяца. За 10 лет напряженного труда была построена дорога, по которой блоки доставляли к реке. По мнению Геродота, строительство этой дороги было не менее трудной задачей, чем постройка самой пирамиды. Дорога была выложена отшлифованными каменными плитами, украшенными резьбой. Закончились строительные работы, вокруг пирамиды завершилось строительство подземных сооружений, которые предназначались для гробницы и погребальной камеры фараона. Строительство же самой пирамиды продолжалось еще 20 лет. Первоначально пирамида Хеопса поднималась на 147 метров, но из-за наступления песков ее высота уменьшилась до 137 метров. Сейчас на ее вершине площадка, на которой во время Второй мировой войны располагался английский пост противовоздушной обороны. Каждая сторона квадратного основания пирамиды составляет 233 метра. Площадь ее более 50 тысяч квадратных метров. Пирамида состоит из 2 миллионов 300 тысяч кубических блоков известняка с гладко отшлифованными сторонами. По подсчетам Наполеона, каменных блоков от трех пирамид в Гизе хватило бы, чтобы опоясать всю Францию стеной высотой в 3 метра и толщиной в 30 сантиметров. Каждый блок весит в среднем 2,5 тонны, а самый тяжелый — 15 тонн. Общий вес пирамиды — 5,7 миллиона тонн. Исследователи, пытавшиеся выяснить, каким образом древние строители смогли воздвигнуть такое грандиозное сооружение, да не просто воздвигнуть, а придать ему геометрически правильную форму, просто становились в тупик. Иногда даже высказывалось мнение, что пирамиды не мог построить народ, живший в Бронзовом веке, и в создании этих колоссальных сооружений принимали участие инопланетяне. Пирамиды были построены при помощи мускульной силы. На правом берегу Нила, в каменоломнях вблизи Мемфиса, тысячи людей были заняты добычей белого тонкозернистого известняка. В скале обозначали сначала границы будущего блока, затем по ним выдалбливали глубокую канаву, а в нее забивали клинья из сухого дерева, которые обливали водой. Дерево разбухало, увеличивалось в объеме, трещина расширялась, и в конце концов монолит отделялся от скалы. Затем каменную глыбу на месте обрабатывали инструментами из камня, меди и дерева. Она приобретала форму стандартного куба. Обработанные блоки на лодках перевозили на другой берег Нила. Чтобы поднять блоки, египтяне строили из кирпича и камня наклонную насыпь под углом подъема 15 градусов. По мере сооружения пирамиды насыпь удлиняли. По этим насыпям каменные блоки тащили на деревянных санях, а чтобы уменьшить силу трения, трассу постоянно поливали водой. Затем, с помощью деревянных рычагов, блоки устанавливали на место. Когда строительство в основном заканчивалось, наклонную насыпь разравнивали, а поверхность пирамиды закрывали облицованными блоками. Качество работы этих строителей, живших 47 столетий назад, было таково, что несовпадения горизонтальных и вертикальных линий пирамиды не превышают ширину большого пальца. Камни настолько плотно пригонялись один к другому, что между ними нельзя просунуть даже иголку. Во многих пирамидах устраивали запутанные лабиринты, слепые камеры и ловушки, которые должны были помешать грабителям добраться до мумий и могильных драгоценностей. Но это не помогло. К тому времени, когда ученые всерьез занялись изучением пирамид, они были уже почти пусты. Большую пирамиду Хеопса нередко называли «Библией в камне». На рассвете, когда ее вершина еще тонет в тумане, пирамида кажется розовато-персиковой. В те редкие минуты, когда горизонт затянут облаками, серовато-черный, а при холодном свете луны она напоминает заснеженную горную вершину. Пирамида Хеопса может быть самое грандиозное сооружение на Земле. Даже во времена наибольшей славы и величия любого из европейских монархов у него не было такого дворца, который сравнился бы размером с гробницей этого фараона. Меньше ее и Букингемский дворец в Лондоне, и Версаль во Франции, и Зимний дворец в Санкт-Петербурге, и даже Эскориал в Испании. Продолжение следует...